Мы приехали на склад, где всякие доски, бревна продают. А я почему достала видеокамеру, телефон? Здесь у них живет волк уже сколько лет. Вот такая достопримечательность. Хочу на него посмотреть и вам показать. Вот он. Ведет спокойно себя. Видите, он, наверное, уже привык, что к нему подходит. Все знают, что он здесь есть. Вообще нам нужны блоки, чтобы погреб обложить. Смотрите, он даже с этой, с цепью. Не с цепью, а с ошейником. Вот, сказали, горпыль полторы тысячи куб. Вот это все 7300. Двойка. Вот это не обрез. 4500 6-ти метровый. О, вот это нормально. Трехметровый. Четырех даже у нас есть. Нет, по полторы. Вот этот горпыль стоит полторы тысячи куб. На сарай мы каждый год берем сарай обивать. Ну, вернее, не каждый год, когда их строим. Лес привозной, там пенза своего у нас нет. Они говорят, даже дрова возят оттуда, представляете? Да, где-то все это бросовое на трава. А здесь вот полторы тысячи куб горбылёк. А вот это у них станок для распилки бревен. Я видела, как он работает. Ну, кому-то это самое... Наверное, не в диковинку, кто в лесных краях живет. А у нас вот степи. Я видела, по рельсам, короче говоря, ездит вот эта вот штука. Вот. И пилят, подают ей вот на эти полозья. Посередине кладут бревно. Вот, ну, вон той пилой распиливает. А что, вот эта вот короткая доска, между прочим, две с половиной тысячи куб. А горбыль полторы. Я не знаю, что скажет мой муж. Но, по-моему, лучше взять вот эту за две с половиной, чем вон ту за полторы. Здесь уже как бы и опиленный, так вид она более-менее имеет. Не знаю, сейчас посмотрим. А он пошел блоки смотреть. А, опилки здесь продают. 50 рублей мешок есть в наличии. Сплавить. Но у всех как бы разные. Кто-то берет на дом, ему нужно ровное. А вот нам, вон, кстати, у него шиферник кондиция есть. Посмотрите. Виноград нам накрыть. Вот, потому что в деревне не надо гнаться вот за этой, как сказать, за дорогой красотой, когда можно обойтись более дешевыми материалами.